Добрый вечер дорогие друзья! Мы находимся в Новосибирске. Сегодня мы отмечаем вместе Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Мы делали большую акцию на центральной площадке города, набережной, где собралось много молодых людей, где мы пытались донести людям, что наркотики сегодня это не модно, не современно. Мы за здоровый образ жизни, мы за трезвую молодежь, мыслящую молодежь, креативную молодежь. И главным гостем, хедлайнером этого мероприятия был наш московский новый друг, это Андрей Гриз. Спасибо Андрею, что вы были с нами. Андрей Гризли – молодой, талантливый исполнитель и композитор. Он известен тем, что делает музыку в своем стиле, используя элементы фанка, хип-хопа, джаза и лаунджа. Его музыка разнообразна и мелодична, а текст имеет нравственно-агрессивный характер, описывая жизнь людей в наше время. В 2011 году Андрей стал лауреатом и призером конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Он не только удачно выступил на фестивале, но и собрал больше всех призов. Всем привет, спасибо. Спасибо вам. Правильно, хорошо, что вы проводите такие мероприятия. Нужно, нужно кричать. И просто призывать людей к правильному образу жизни, тем более жизнь очень интересная. Каждый день нужно ценить, как первый или последний, и выживать из него все. Без какого-либо допинга и ненужных вещей. Да, Андрей, ты очень интересный человек, мы с тобой общались уже. Да? Да, во многих моментах наши ценности схожи. Скажи, пожалуйста, почему гризли? Почему Андрей Медведь? Что для тебя значки гризли? Андрей гризли – это некая двойственность образа. Андрей – человек, живущий в городе, человек, живущий в мегаполисе и завязан на этой жизни. Гризли – это животное, живущая в гармонии с природой. А Андрей гризли – это человек, который балансирует между истоками и между тем, что мы создали, настроили. Умение себя чувствовать, умение вытащить из себя героя, некое то, что в каждом человеке настоящее лицо. Умение не поддаться городским каким-то тенденциям. Трендам, суете. Правильно, да, суете и всему этому. Умение показать человечеству свое лицо, быть собой. В этом и есть Андрей гризли. Что-то между городом и природой. Хорошо. Интересная очень гармония такая. Андрей, у тебя очень интересная музыка, такая нетрадиционная, какая-то новая, свежая. Скажи, пожалуйста, я знаю точно, что каждый действующий исполнитель, он был воспитанным на каких-то композициях, на каких-то других людях. Кого ты слушал, на ком ты был, с кем ты был воспитан, музыкой какого человека? Ну, наверное, больше всего на меня повлиял Стиви Вандер, мы знаем этого исполнителя, и Джемми Ракуай. Стиви Вандер призывал людей к любви. Все знают, что он слеп. И его музыка, но его музыка видит намного больше, чем видят зрячие люди. У него этот дар от Бога, от природы, вот что-то он в себя впитал. Каждая его песня, если послушать, прямо проникает в душу человека, призывает к всеобщей любви, к равенству людей на планете. А Джемми Ракуай очень был такой ярый защитник природы, точнее он и есть, конечно же, призывает людей защищать природу, чувствовать себя как-то в гармонии, в правильной с природой, не уничтожать ее, ведь это наш дом. Хорошо, вот нас смотрят много молодежи, и, наверное, много людей хотели бы быть на вашем месте, петь, выступать на сценах. Скажите, хотите? Хотите, не вредно. Да, этому можно научиться, или это да, все-таки, в основании, вот вы пели изначально в детском саду, вы пели в школе. Нужно быть объективным и правильно смотреть на себя и на то, кто тут есть. Самая идентификация должна произойти в человеке. Можно слепо верить в то, что ты там кто-то такой, кем ты просто не являешься, но нужно положиться на близких людей. Всегда есть выход. Вообще нужно понять, от чего ты получаешь удовольствие. Есть люди, которые не совсем правильно находят путь и не совсем то развивают, в чем действительно априори они рождены с каким-то талантом. Каждый человек, каждого бог наделяет талантом в любой сфере. И человек, соответственно, получает удовольствие. Когда он это развивает, у него это получается, цепная реакция, и он доходит до совершенства, он становится гением в этой области. Я призываю в своих песнях зачастую найти это в себе. Бывают люди часто мне пишут письма, послушай музыку или что-то еще, мы делаем вот это, мы делаем это. Я не знаю, что они преследуют в музыке. Они хотят видеть себя как бы крутыми или им нравится, не знаю, свет фонарей, тусовки и еще что-то. Потому что часто эта музыка не имеет какой-то основы, не имеет посыла, подачи, правильно. А имеет какую-то напыленность и тренд, моду. Я призываю людей делать любимое дело. Намного больше удовольствия получишь, когда будешь делать то, для чего ты вообще пришел на этот проект. Когда ты сам определился, когда ты понял, что петь это именно твое, то, чем ты должен заниматься? В каком возрасте ты уже четко понял, что ты не будешь геологом, не будешь строителем, ты будешь исполнителем? Я думаю, наверное, в каком-то переходном возрасте я очень увлекался хип-хопом. Это было модно. Я знаю, что на молодежь очень большое влияние производят телевидение и так далее, что сейчас модно. Но я писал рэп, писал первые тексты, первые биты начал делать на компьютере. И уже тогда у меня тексты были довольно-таки нравственные, пока все ребята читали о том, что чувак гуляет, девчонки. То есть что-то поверхностное. У меня всегда в душе таилась какой-то вызов протестантская основа против правительства, против несправедливости и так далее. Против попсы я всегда воевал, причем жестко. Не любил я все ненастоящее. Это чувствуется, когда ненастоящее. Но почему-то сам себя загнал в рамки именно хип-хопа в какой-то момент. И настолько вот вокруг, все, что вокруг в нашей стране исполнялось, пелось, я этого как бы чурался. Мне это было не близко, что я даже петь не хотел. Потому что даже когда я извергал какую-то ноту, это было для меня, что, мол, я пою, значит, я в попсе и так далее. И плюс еще влияние моих друзей и рэперов. Но потом я понял, что все это не так. Я понял, у меня появились кумиры какие-то западные и так далее. Я понял, что наоборот, нужно пользоваться своим голосом. Тем более, что если есть у тебя в этом, да, петь я всегда умел. И так как у меня мама украинка, отец грек, такое вот слияние получилось. И вообще народы такие певучие, у нас постоянно в застолье, там пели все бабушки, дедушки. Поэтому для меня, я не считал, что это гениальное что-то, нечто. День как всегда начнется в 7.00, без сахара двойной, порталы новостей. Но потом, когда я начал первые свои песни писать, где уже в припевах, в куплетах рэп читал, припевах пел. Про родину, про край про свой. Уже в Москве был и пел про свою родину, про то, как типа мне круто там, классные припевы. Люди это стали замечать и говорят, это круто. Даже там сами рэперы готовы против вот этих всех. И это развил в себе. Вот так все и началось. Теперь я мешаю разным стилем. И хип-хоп, и фанк, и рэп, и джаз, и сол, и оперу. Я не знаю, все вообще в перемешку получается в моей песне. Откуда в тебе вот этот протестантизм? Это воспитание родителей? То, что у тебя такая высокая нравственность, мораль? Или это что-то свыше? Я даже не знаю, боюсь говорить, наверное, громко будет сказано, что тут что-то свыше. Но могу точно сказать, что меня не воспитывали вот так. Против власти, против чего-то, протестантская такая тема. Не было такого воспитания. И на самом деле родители были довольно-таки удивлены, услышав мои первые рэперские тексты. Не знаю, честно, не знаю откуда. Меня просто иногда бесит человеческая глупость, какая-то недальновидность, раздражает несправедливость, раздражает какое-то неравенство, когда люди себя ставят выше других людей и так далее. Ну, не знаю, как-то я люблю выходить из своего тела и смотреть на все со стороны, не вылезая из рамок общественности, не знаю, этики и всего, и просто смотреть на людей, на создания, которые живут на огромной земле, и что они себе позволяют делать. У нас и так большая планета приютила всех и дает нам все для того, чтобы мы могли жить в мире, в согласии и так далее. А мы друг друга убиваем, забираем, отнимаем землю, землю уничтожаем. Это все нагло, нагло, и это нужно устранять. Для этого герои пришли на этот свет. Боишься быть непопулярным? Ведь такие темы сейчас не совсем популярны в нашем разлагающемся обществе. Да, мне как-то, честно говорю, если есть люди, если я вижу глаза горящие, слушающие меня, кивающие, чувствующие это со мной, переживающие вместе со мной, пусть это будет не 2 миллиона, а 2 человека, 200, 2000. Это уже большое достижение. Потому что, ну, что такое популярность? Сегодня кто-то популярный, завтра нет. Если человек делает то, что все, то, что сейчас модно, без послания, без какой-то вот, без искры, без посыла, то это все тщетно, это завтра это уже будет просто не в тренде. А моя музыка, она вне тренда, она, я считаю, что она вечно будет... А вечно в ценности. Для тех людей, которые это чувствуют. И круг поклонников растет. Вот сейчас у меня концерт был сольный, живой, большой. Я сделал свободный вход, хотя в таком клубе, такого масштаба, большой, московский клуб концертный, Милк, вообще никто никогда не делал. Я считаю, что... Я это аргументировал тем, что людям, нашим людям нужно это просто дарить сейчас. Потому что, чтобы они хотя бы услышали и сравнили. Так они не придут, тем более сейчас интернет, люди все ленивые сидят дома в компьютерах и клюют на каких-то там псевдозвезд. А так я сделал прям вход свободный, заполнил весь клуб, и люди просто... Ну, вы увидите видео, будет видео, вы сами поймете, о чем речь. Там был разрыв. Как ты начинал свой творческий путь? В Москве, да. Когда я уже нашел себя, нашел в себе природу и в природе себя, это произошло в момент как раз-таки какого-то недопонимания, в момент раздора со своей мамой, с родителями. Я не мог... Я, в общем, говорил, но не делал. То есть в какой-то момент в институте на первом-втором курсе ну, я осуждал попсу, как всегда, патистанская тема, писал какие-то песни, но они были далеко не доработаны. Ну, то есть такие спорные, еще не хиты, прям не то, что прям немощно. Средние. То есть говорил много, распылял это, а делал мало. Ну, собственно, у меня была возможность, так как у меня мама, она тоже пишет, она довольно-таки известный композитор, автор в нашем шоу-бизнесе, как раз которого я не очень люблю, она меня пыталась направить куда-то на фабрике звезд, откуда вышли всякие там ребята Тимати, Иракли, ныне известные. Да, прям вот в их год, то есть я мог попасть туда бесплатно через просто связи, но так как имел я такие взгляды, да, я сказал, не, ребята, это не мое, фу, попса, это все лепится из них, лепят, как, не знаю, на фабрике пирожки, это не мое. Ну, в общем, моя мама сказала, а что, что типа твое, ты только говоришь, ничего не делаешь, в общем, все, за институт тебе не буду платить, сам как хочешь зарабатывай, все. Ну, я жил с ними в квартире в Москве, и дача у нас вот есть, и мы прям жестко поссорились, и я уехал, уехал вообще, забрал вещи, переехал на дачу. У меня там есть на третьем этаже такой чердачок уютный, его я обустроил под студию, все сбережения свои я потратил, взял не академов отпуска, а перевелся на заочный, чтобы можно было не ходить в институт какое-то время, сел прям, прям такой накипевший какой-то в груди, вот какой-то такой обреченностью какой-то, что надо, действительно, что я говорю, нужно делать, время, время пришло. И долгое время, год, мало приезжал в Москву, и жил на Гречкино, не знаю, в общем, жестко ушел. И за год написал все эти песни, которые сейчас звучат в клубах, и я почувствовал большое единение с природой, и отсюда и псевдонимы Андрея Гризли. Это некий баланс между городом и природой, все мои песни зачастую об этом. Интересно. Вот, и, собственно, пришел этот первый альбом, который я презентую этой осенью. То есть, кризис может послужить начало чего-то большого? Конечно. Советуешь не бояться кризиса? Наоборот, этого нужно ждать. Когда в момент какой-то отчаянности душевной, когда ты уже не знаешь, куда идти, все равно ты можешь увидеть. В такой момент, когда совсем темно вокруг тебя, темно, в такой момент тот маленький просвет видится ярче, ты его заметишь, чем когда вокруг непонятной краски, и ты просто не знаешь, куда идти. Когда ты попал в полную, извините, задницу, то из нее выйти можно прям с фурором, выйти прям личностью, личностью. Нужно найти себя в этом мире, просто понять, кто ты есть, для чего ты здесь. уметь чаще думать вне рамок, которые создало человечество, вне рамок этики, вне рамок социума. Выйти из них, просто задуматься на секунду, зачем мы вообще здесь, зачем мы все здесь живем, видим, трогаем, чувствуем материи. Это круто, на самом деле. Круто духовно ощущать этот мир и себя в нем. Нужно просто понять, кто ты есть в нем, какая ты фигура, ты ведущий или ведомый. Кто ты? Да, ты пришел разрушать или творить? Пользоваться или отдавать, да? Да. Хорошо, интересно, вот ты рассказал такой опыт, как песни пишутся. Может быть, еще раз дублировать для наших телезрителей. То есть ты садишься, уединяешь. Просто обычно какие песни? Любовь, морковь твоя, кровь, свекровь. А у тебя глубокие тексты. Тексты, которые создают образы, которые приносят эмоцию, которые погружают тебя, не знаю, в какие-то воспоминания приятные, может быть, не совсем приятные. То есть такие правдивые, искренние тексты. Как это рождает? Такое ощущение, что ты соединен с небесами, и сам Бог тебе это дает. Нет, я не любитель громких каких-то таких фраз, но действительно связь у человека есть, которому главное сначала понять, что ты, для чего ты здесь. Свой дар. Просто понять, что ты хочешь людям сказать. Ты хочешь быть модным, ты хочешь заходить в клуб, чтобы все девчонки смотрели и пищали, ты хочешь, чтобы тебя замечали на улицах, ты хочешь славу, деньги, либо ты хочешь людям что-то донести путем творчества, сказать, увидеть, когда энергии людей соединяются в зале. Это мощнейшая просто энергетическая сеть. Когда каждый в зале, ты просто понимаешь, что эти люди не как единая целая, они свободны. Они приходят к тебе, как на сеанс какой-то, какого-то... и очищения какого-то. Ты как священник музыкальный. Ну, что-то вроде, не знаю, это похоже... А ты и грызли музыкальный священник. Это правда, я верю в силу музыки. Серьезно. Нет, это, ну, что-то вроде того. Я иногда сам слушаю музыку и чувствую, что ты очищаешь. Ты проповедуешь, как будто, да, ты проповедуешь, говоришь людям, и, ну, не хочется это так пафосно называть, но в моих словах, они не обременены какими-то рамками. Они абсолютно современные, они не призывают людей навязчиво к тому, что вот это правильно, это нет. Они просто призывают найти себя и понять, что для тебя правильно, что нет. Есть люди, которые разрушают, и есть люди, и они не слушают мою музыку. Они созданы для этого. Вся жизнь это белое и черное. Мы не смогли бы жить, если бы не было людей, которые бы разрушали. Но нужно найти этот баланс. Для этого, ну, мое творчество, найти вот светлый какой-то в душе человека. В каждом есть черное и белое. Есть черные люди, есть белые люди. Есть черные творческие люди, которые а есть другие люди которые наоборот говорю давай вперед парни мы сможем сможем какая аудитория отслеживаешь фан-клубы концерты ко мне подходят как и маленькие девочки которые не знаю может обращать внимание на внешность потому что я часто вижу что текстом они совсем проникаются они больше цепляются на голос на какие-то такие песни про любовь ведь они тоже есть им они должны быть любовь это очень такое светлое чувство которое тоже о котором пою и правда таких песен мало но они прям так в точку то что то что пережил я думаю да сейчас пока нацелен все таки на вот героичность какую-то на спасение мир вот а люди разные и бывают взрослые люди как раз таки те которые цепляют тексты они подходят это взрослые группы на тебя тексты классно и мы прям слушаем там за женой семьей девчонки там маленькие под или ребята маленькие подход потому что музыка крутая и как вокал там не знаю качает то есть всех людей по разному цепляет и у меня аудитория очень такая широкая но разноплановая но не поголовная то есть есть кто целится маленьких девочек ребята то это как бы он пытается забрать все аудитории но у меня вот во все то есть люди здравомыслящие люди которые умеют чувствовать которую любят крутость которые любят хорошую музыку качественно я с вами музыки соединил все самое важное для себя эту подачу качественной аранжировки современность стилистику современность это звучит круто оригинальность какую-то жанровую разно разноплановость разнообразие жанровое и посыл призыв людей к чему-то светлому хотя есть песни которые говорят там когда истории где человек не совсем допустим по законам правильно идет но он идет по законам своей души и он не мешает людям вокруг не самое главное идти по своему пути не мешать людям вокруг пусть это даже пересечется где-то с законом все законы придумывают люди сегодня один закон завтра другой а главное вот что ты внутри чувствуешь кто ты или что ты хочешь главное не мешай людям вокруг если ты не переходишь пути других людей не нарушаешь жизнь значит ты все делаешь правильные радость хорошо андрей скажите а вот вообще шоу-бизнес наш современный как вообще вы оцениваете и много ли вот таких же позитивных добрых людей и люди все-таки да нет на самом деле не знаю позитивные люди добрые принесут ценности именно не только в песнях есть как и как просто люди личности ну как человек с которым я звезда и в шоу-бизнесе с которыми могу посидеть как с тобой поговорить все люди говорят вот это правильно а это неправильно хотя не понимаешь из меня не говорят или нет зачастую это так как-то поверхность вроде правильно нам не нравится эти песни многим шоу-бизнеса очень нравится моя музыка и там агутину и алсу и так далее кстати агутин молодец он делает классную музыку конечно у него про любовь вот такая тема ну это его тема он очень тонко умеет красиво подметить раскрыть проблему отношений мужчины и женщины это кровь классные музыка такая латино мне нравится наверное вот какой-то один один из немногих кого бы вы респектовал бы в наши вот такой страды из молодых на самом деле очень мало сейчас делать какое-то бездушное рнб очень слабые тексты у подачи слова ну да что сейчас модно тут 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 какие-то синтезаторы но я так уже по профессиональному раскладываю но все это на самом деле глупо однообразно и абсолютно гармонические просто тупо припевы легкие простые я могу спеть допустим какую-то фигню придумать какую-то там разочарование и любовь малышка тебя вижу вновь разочарование и мечты только ты высоты носки цветы то есть бутылки жаба свинья то есть я могу спеть чепуху тысячу раз повторить вам и вы будете повторять естественно это психологии дает этот человек естественно если мы повторяешь одну и тоже чепуху тем более который который даже думать не надо не надо задумываться она невольно навязывается сейчас все это пишут не знаю не знаю на самом деле мало людей которые хотят что-то сделать изменить чего-то дав поменять есть люди но их очень мало и у них нет поддержки практически я вот без продюсеров сам продвигаюсь были предложения очень много от разных продюсеров имена не буду называть но недовольно известны и по-прежнему продолжают приходить еще от тех кто не отчаялся слышать мое нет потому что люди хотят пользоваться там каким-то данными моими вокальными может где-то там внешними и подачей но хотят чтобы я пел ну да хотят чтобы я пел другую музыку хотят меня использовать чтобы заработать денег ну я уже как повзрослел и я естественно буду это отвергать возможно когда я был бы еще подростком хотя у меня тоже позиция довольно такая была жестко с протестом но они могли бы как-то меня обмануть бизнес контрактами а сейчас мне никто не обманет все нормально я уже привык ему отвечать уже даже какие-то есть такие фразы которыми я всем говорю они сразу все понимают в плане того что они недальновидные у нас я не знаю в нашей стране люди именно продюсеры в шоу-бизнесе недальновидные они не знают что будет завтра они не понимают что нужно людям они понимают то есть они вкладывают в то что даст там небольшой навар небольшой но стабильный а вот вспомним самые крутые группы самые крутые проекты в мире битлз там queen джексон там рхчп мадонна стинг они все с посылом они все абсолютно все несут что-то в массу несут свое мнение и все они в них вот кто продюсеры у всех у них были люди которые инвестировали которые дали какой-то меценатский вот меценатскую помощь толчок и они не то что отмыли там какие-то 30 процентов они вообще по деньгам даже если смотреть умножили в миллион раз вот это я понимаю выстрел это понимаю видение наперед ощущение стратегия и как бы все до из смеси стратегии в смеси с какими-то вот чувствами когда человек понимает а у нас не у нас слабо я не знаю что тому виной но наверное советский союз сначала там были большие рамки музыкальные что можно что нельзя не давали людям сама сама как-то выражаться делать музыку не люди не слышали что происходит в мире а в мире пока мы все сидели здесь и слушали пока вот это мы слушали хотя в этом что-то есть ну хоть что-то людям давали вот вот тут развернуться они даже здесь пытались что-то были хорошие треки здесь здесь но пока мы здесь вот в своей теме купались там люди в мире в остальном слушали друг друга и росли потому что конкурировали потому что стиль развивались сша англия европа столько талантливых музыкантов и там именно акцент был на душу на то что люди собирали собирали стадионы миллионы людей приходили фестивали просто круто было у нас этого ничего не было вот люди воспитались на вот этом и теперь они просто даже не знают как может быть круто пришли мы чтобы показать как может быть круто хорошо твое видение будущего андрей гризли через 10 лет 2022 год кто ты что это как пойдет чтобы ты поймешь я бы хотел где бы хотел уже выпустить альбом десятый я бы хотел собирать большой хотел воспитать даже какую-то вот какое-то поколение молодых людей где в девочек поколение хотел воспитать на своих песнях потому что я знаю что если люди вырастут будут слушать музыку если она кардинально не изменится а я думаю что такого не произойдет то это будет честные люди добрые самоутвержденные люди личности которые будут в себе как крайне мере пытаться ее найти эту ли в поисках чего-то светлого это люди которые никогда не смогли бы обидеть это брать обидеть слабого не знаю то есть какие-то есть моральные какие-то моменты да в которых как говорится о моей музыке при этом это стильные люди это не какие-то там снобы хорошие правильные люди современные герои в чем вот героизм крутость том когда ты преодолеваешь когда ты преодолеваешь ведь сложно себя ограничивать чего-то в мире много соблазнов много запретного того да и чего хочется взять по-любому но человек который борется с этим это есть героизм это круто когда человек умеет это побороть себя он личность он закален в боях сражениях с воин идущим в поле с мечом вот что-то такое этот образ крутой и когда по тиви показывают что крутость и зачастую что это какой-то чувак ковбой вы такой не бритый с пистолетом там полуголые девки полуголые девки он такой секс драг с рок-н-ролл сидела курит пьет виски но такой вот и типа крутой знаете что на самом деле мире таких ковбоев не было всех писать был человек крутой он был крутым пошел дел и занимался спортом потому что на самом деле его упакуют сразу же на первом не знаю на первой улице не успеет он выйти из паба потому что ну как как он может сражаться пьяным косыми глазами кого он попадет его сразу прибьют поэтому он не герой герои люди не можно не не говорю что все нужно прямо ограничивать отчет если ты умеешь правильно балансировать знаешь сердце ты можешь можешь не знаю немножко выпить что но надо уметь держать баланс не уходить в крайне а что тебе помогает верующий я верю в единого блага у меня своеобразная вера я не привержен какой-то религии хотя я крещённый человек и родители меня с детства приучили более к этому и я собой в поездке беру икону но именно видение и понимание бога для меня вот как бы она своеобразно и мог един для меня бог един и в то что верят люди на все по всей планете это одно и тоже хорошо Андрей еще пожалуйста обратитесь в конце к нашим телевизорителям пожелайте им чтобы каждый из них стал личностью добился чего-то может быть еще какой-то один ключик тайный от Андрея Гризли что нужно делать чтобы каждый все-таки человек состоялся был добрым довольным использовал себя правильно нужно просто правильно нам дана жизнь каждому из нас абсолютно это одна и та же возможность которая дана каждому кто-то рожден даже каких-то хоромах без ограничений и так далее у того свои проблемы тот не чувствует вкус вот этой соли вкус горчит когда не может сравнивать это тоже проблема для человека кто рожден на улицах тот не может сразу там почувствовать себя в уюте в машине и но при этом он закаляется и он к этому уйдет как все по сути рождены в одинаковых примерно условиях каждому дана жизнь она прекрасно не можно всего добиться каждый человек может всего добиться что хочет ты можешь сделать это сто процентов абсолютно точно я немножко готов поспорить с с такого с понятием судьбы не бывает человек рожден судьбой там бедняка ущербного там и так далее гонимова ты можешь по каждый может поменять свою судьбу просто нужно задаться целью и не нарушать жизни других другим людям потому что это я не знаю и не верю в карму но вроде как выражение есть такое это вокруг тебя света чуть плохую черную энергию которые максимум будет препятствовать твоему выходу к свету верьте во что-то обязательно нужно верить верить в свою удачу в свой успех идти задаться целью идти к ней ломать преграды на своем пути и оставаться личностью оставаться собой не прогибаться никогда тогда ты будешь счастлив счастье это когда человек остается личностью приходит к своей цели личность не сломавшись со своими убеждениями так что вперед все будет хорошо на спасибо андрей творческих побед тебе мы будем наблюдать за твоим творчеством слушать тебя пусть у тебя родятся еще много новых хороших песен на самом деле повлияют спасибо я буду стараться спасибо ребятам пока